всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко они коротком с вами кин и я думаю вы заметили что сейчас экранизируется и адаптируется практически все от супер гипер популярного до тихого и незаметного от любимых многими сказок и комиксов до комикс манги про монашку убивашку но даже при таком раскладе как по мне некоторые истории персонажей прям очень сильно задаивают о история про тора о еще одна история про тора а вот еще одна история угадайте про кого но некоторые идеи так и остаются в изначальном варианте и возможно она даже к лучшему и сегодня я бы хотел поделиться своими мыслями касательно того что достойно экранизации или адаптации в кино или сериалах и возможно это когда-нибудь экранизируют а может и нет я очень надеюсь что то что я перечислю вы смотрели и будете понимать о чем речь но если вы считаете что что-то достойно адаптации в кино или сериалах и я это не назвал то пишите об этом в комментариях но если наберется достаточно комментариев то я сделаю еще одно видео по этой тематике где все их прочитаю ну а сейчас я предлагаю начать с маски стоп с маски звучит как-то неправильно я предлагаю начать с комикса маска да уже ходят слухи про его экранизацию но вроде как дальше слуха в дело не дошло я уже рассказывал чем комикс отличается от фильма и почему маска девушка это хорошее решение но если вкратце комикс в отличие от фильма очень кровавый мясистый и жестокий и стэн липкис в нем далеко не центральный и не такой уж положительный персонаж каким нам его показал джим керри в комиксах этот персонаж скорее вызывает отвращение чем симпатию поэтому нет никто не собирается насиловать ваше детство и феминизм тут ни при чем по комиксам одна из носителей маски была девушка причем была одним из лучших носителей да и к тому же никто не отнимает у вас фильма с джимом потому что если экранизирует комикс то это будет совсем другое кино скорее в стиле хоррора и не отходя от кассы потустороннего экстремальные охотники за привидениями охотники за привидениями до недавно выходил трейлер официального продолжения охотников но терзает меня смутные сомнения что нас ждут очередные очень странные дела нет против osd ничего не имею но ведь настоящие олдфаги знают какое у уходников за привидениями настоящее продолжение простите у меня ужасные флешбеки нет во имя сериального бога я говорю про экстремальных охотников за привидениями по сути своей адаптируя этот мульт можно вообще не выдумывать велосипед просто перенеся мульт в кино придумав одну большую историю только разве что из-за смерти гаральта рамиса исполнителя роли и гана наставника можно было бы взять того же билла мюрре а так завязка у нас уже есть а именно знакомство новых охотников на какой-нибудь лекции в нашем случае в энкмана первом фильме он уже проводил свои около эксперименты поэтому можно было бы что-нибудь придумать состав экстремальных охотников также отвечает всем современным трендам темнокожий инвалид феминистка и еда я бы не сказал что эдуардо лгбт поэтому а сексуала можно было бы сделать того же лизуна также в каком-нибудь флешбеке можно было бы показать старый состав заодно отметив смерть и гана при этом даже джанин можно было бы оставить она бы например могла держать фотку и гана у себя на столе то есть вы понимаете о чем я у нас уже есть идеальный расклад на фильм даже подходящий под все современные стандарты и насколько мне известно у этого мульта огромная фан-база поэтому я так думаю что за кассу можно было бы не переживать но вместо этого нам опять предлагают посмотреть на детишек борющихся с неведомым что ж увидим что из этого получилось когда выйдет фильм ну а пока придерживаясь темы мрачности горгулии про этот мульт я помню не особо много но как мне кажется всем любителям темного фэнтези должно было понравиться но с современным уровнем графики так тем более плюс приложить к этому даже банальный супергеройский сюжет смешанный с мифологией и получится по духу и атмосфере темная лига справедливости ну или черепашки ниндзя просто подача горгули и черепашек очень похоже те и те защищают людей те и те орудуют по ночам и у тех и у тех есть в друзьях люди из этого могла бы выйти мрачная история с любовью и дружбой предательствами и преданностью в общем не знаю что еще добавить я бы точно пошел на такой фильм ну а следующий мой выбор пал на мульт да вот почему-то чешство у меня сегодня именно на адаптации мультов выбор пал на мульт чародейка ну или ведьма хотя насколько я слышал собираются экранизировать винкс ну блин друзья в инкс или чародейка за кого вы пишите в комментариях мне лично винкс не особо зашел с самого начала может рисовкой может более девчачьим сюжетом а вот ведьму я полюбил сразу бросил правда на каком-то из сезонов но до сих пор испытываю самые теплые чувства да если вдуматься то это обычная фэнтези супергероика где несколько девчонок получают суперсилы но я бы с радостью увидел этих девчуль на большом экране ну и конечно же нельзя забывать про бланка кстати забавное воспоминание из детства когда мульт вышел мне было где-то 10 лет и вот когда я играл с девочками да я умел общаться как с парнями так и с девчонками и вот пока девчонки строили из себя чародеек я был далеко не калибом и я был именно бланком видимо мы чем-то похожи ну а возвращаясь к теме адаптации в мульте были хорошие персонажи красивые пейзажи и он также подходит под современные тренды да и в принципе посмотреть на магию стихий в кино всегда приятно почти всегда ну и напоследок пусть старок от мир понятия корча порча приворот практикуем и проклятием современнейший подход формула двойного зла трижды ночь плюс дважды мгла два кусочка станьте целом пламя делай свое дело и борись борись вунш-пунш да я знаю мои вкусы весьма специфичны но блин увидеть мир вунш-пунша в кино или в сериале было бы просто офигенно снова же мрачный мир магия и мировое зло и да согласен было бы странно наблюдать как кот и ворон всему этому противостоят поэтому их можно было бы заменить теми же детьми а хотя знаете нифига адаптация экранизации этого мульта должна быть такой же веселой и упоротой как и сам мульт поэтому никаких замен а мульт этот на секундочку был одним из моих любимых в детстве да возможно не всех людей бы привлекла эта идея поэтому тут бы скорее подошел формат сериала но думаю те кто так же как и я любил тот мульт в детстве пошли бы да хотя чего уж там сделать вкусный визуал запоминающийся саундтре хотя нет с этим все нормально сделать историю по сбитий и выкатить трейлер по забористей и люди пошли бы но я бы точно пошел а вы но на этом у нас все и почему-то сам того не планирую я сделал довольно мрачную подборку но я еще раз прошу чтобы вы хотели увидеть в качестве экранизации адаптации в кино или сериале пишите в комментариях ну и еще раз напомню если наберется достаточно комментариев то есть где-то 20-30 с предложениями то я сделаю еще один ролик ну или на стриме все их зачитаю и обсужу если будет что сказать но если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал ставьте лайк ну а в описании я для вас оставлю ссылки на вышеперечисленные мультфильмы и комикс а также в описании вас будет ждать ссылка для вашей поддержки канала и ссылки на мой инстаграм и группу вк в которой мы иногда что-нибудь вместе смотрим ну а я как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока